Сокращает продолжительность жизни, является одним из трех заболеваний, которые чаще всего приводят к инвалидности или смерти. Речь о сахарном диабете. 14 ноября весь мир отметил день борьбы с этим заболеванием. Что означает диагноз диабет в 21 веке и что о нем знают чебоксарцы, выяснила наша съемочная группа. Еще буквально столетия назад больные с сахарным диабетом были обречены на смерть. Но 11 января 1922 года канадский ученый Фредерик Бантинг сделал первую в истории успешную инъекцию инсулина человеку. В день рождения Бантинга 14 ноября весь мир отмечает день борьбы с диабетом. Специалисты приводят такие данные. В России диабетом болеют около 9 миллионов, а каждые 10 секунд в мире диагностируют болезнь еще у двоих новых человек. Несмотря на такую практически эпидемию, опрос показал знания о сахарном диабете у чебоксарцев весьма расплывчатые. С сахаром связано что-то. А как можно заболеть? Как думаете? Что нужно делать? Чрезмерно много сладкой продукции употреблять. Ну знаю, но объяснить не могу. Понятно. Расскажите, а как человек может заболеть сахарным диабетом? Возраст, переедание. Конечно, то, что наши респонденты с сахарным диабетом не сталкивались, это хорошо. Им остается пожелать здоровья. Мнение, что заболеть диабетом можно, если есть много сладкого, не совсем верно. Причина болезни в недостатке в организме гормона, который помогает сахару из крови поступать в клетки. Скудное представление о болезни и ее симптомах нередко приводит к тому, что к врачу человек обращается только, когда сталкивается с поздним проявлением диабета, так называемой диабетической стопой. Мягкие ткани стопы травмируются, инфицируются, появляются язвы и другие поражения, которые подолгу не заживают. Это крайность, когда пациент только сейчас выяснил, что оказывается диабет, когда с язвы уже попал. А так, в общем-то, такого не должно быть. Так бывает по одной причине, когда начинается с язвы, когда пациент крайне невнимательен сам к себе. Или у него крайне внимательны близкие, они замечали, что признаки диабета очень простые. Какие? Много мочится человек, много пьет. С этой все начинается. Вот, это самые первые признаки. И нужно уже обследовать. Диабет, как известно, бывает двух типов. Причины, по которой человек заболевает первым типом, то есть инсулинозависимым, бывают разные. Но, честно, не повезло. Не повезло. Это одно из осложнений гриппа. Чаще всего грипп проходит на ногах и чаще всего бесследно. Остается осложнение, которое незаметно бывает. А диабет, это вот просто не повезло, так получилось в жизни. Потом бывает диабет просто сильного-сильного переживания. Обычно детей. У меня есть одна семейная пара, в которых мальчик заболел, с собой испугался. Не спался он очень. Диабет начался. Второй тип диабета, это диабет, который человек сам себе заработал. Всеми стараниями. Старания очень простые. Урбанизация. Урбанизация. Мало двигаемся, много идем. И все. Этого достаточно. Сейчас в Чувашии зарегистрировано 25 тысяч пациентов с диагнозом диабет. У 90% диабет второго типа, у оставшихся 10 – первого. И у тех и у других в современном мире есть возможность жить долго и счастливо. Современные методы позволяют не только обеспечить качество жизни пациента, но и увеличить даже продолжительность жизни. И вот по статистике мировой данные говорят о том, что пациент с первым типом диабета, который абсолютно компенсирован и достиг целевых показателей глюкозы, как у здорового человека, имеет даже большую среднюю продолжительность жизни, чем среднестатистический гражданин. Потому что он убирает из своей жизни те факторы, которые могут для обывателя, для обычного человека укорачивать его жизнь. Он убирает факторы вредной привычки, он соблюдает режим, режим питания, режим физических нагрузок. Борис Алексеев болеет диабетом уже 35 лет. Недавно ему поставили помпу. Это альтернатива ежедневным инъекциям инсулина. Умный прибор сам вводит препарат в нужное время. В 6 лет я заболел. Узнали, как. Я попал в реанимацию. Три дня без сознания, в коме лежал. Ну, думали, что я умру. Раньше я делал инсулин шприц ручками, ну, вручную. А сейчас это все с помощью пульта и помпы. Ну, как бы, все автоматически делается. Мне поставили помпу за счет программы обязательного медицинского страхования, высокотехнологическая медицинская помощь. В Чувашии, как и в целом, по стране действуют разные программы поддержки пациентов с сахарным диабетом. Растет уровень квалификации врачей, появляются новые оборудования, препараты. И все же лучше, когда надобности в них нет. Будьте здоровы. Ольга Пырочкина, Олег Якимов, Республика.